итак что же подготовила эта неделя по новостям давайте узнаем в этом выпуске sony fx3 canon r5 против sony alpha 1 новинка фойтлендер обновление nikon и не только начнем пожалуй с самой животрепещущей новости что всплыла в сети в середине предыдущей недели все началось с изображения новой камеры sony под названием sony fx3 своим форм-фактором новинка чем-то напоминает подобное решение от black magic а также недавно анонсированную видеокамеру canon и с и 70 на данный момент точной информации по камере мало а домыслов масса по визуальной составляющей можно порадоваться за наличие вентиляции для вывода тепла нескольким гнездом 1 4 дюйма и пронумерованным шести кнопкам который можно программировать под свои нужды предполагается что начинка будет схожей как у sony альфа 7s 3 но по спецификациям пока что указывается видеосъемка до 4к 120 fps и конечно то что будут использоваться карты формата сейф экспресс type и но возможно и и чест 2 также будут использоваться для видео попроще ну и самое интересное стало известно цена новинки она должна составить около четырех тысяч шестьсот долларов официальная презентация камера ожидается в самое ближайшее время еще до начала выставки сипи плюс 2021 японии venus optic анонсировала четыре объектива лаова под bayonet l которые поступят в продажу в марте текущего года это лаова 4 миллиметра f2 и 8 фишай лаова 9 миллиметров f2 и 8 zero di лаова 24 миллиметра f14 2 x макро проут тот самый хоботок и лаова 25 миллиметров f2 и 8 ультра макро все эти объективы конечно уже существуют на рынке а сейчас будут доступны и для владельцев эль системы согласно последней информации о дэнью камера новая версия камеры sigmo fp которая несколько дней назад была зарегистрирована в южной кореи под маркой fpl все же будет построена на базе собственного сигмовского датчика файон новая сигма fpl кроме bayonet l получит встроенную матричную стабилизацию и механический затвор сам же датчик ожидается на 60 мегапикселей после анонса sony альфа 1 сплыл логичный вопрос насколько она отличается от canon r5 по качеству изображения если с такими вещами как серийная съемка все понятно и спецификации на бумаге то шум на высоких iso это уже то что узнаешь из теста и на канале теперь ревью провели сравнительный тест по показателю шума между canon iso r5 45 мегапикселей и sony альфа 1 50 мегапикселей конечно технически sony альфа 1 несет в себе лучший датчик с обратной подсветкой а canon iso r5 использует подсветку передней стороны однако результаты вышли весьма любопытными по итогу теста авторы пришли к выводу что разница по шуму практически не видна на экране приведены увеличенные фрагменты сравнительных снимков и действительно можно сказать что шум практически идентичен зато видна разница в детализации и причина тому не то что sony имеет на борту на 5 мегапикселей больше а скорее в том что у canon r5 есть фильтр низких частот и как мы знаем это сказывается на четкости изображения как и обещалось несколько дней назад японская компания cassino владеющая легендарным немецким брендом фойтлендер представила три новых объектива два для байонета лейка м и один для байонета sony и это фойтлендер 35 миллиметров f2 vm для байонета лейка м такой же объектив только без обозначения vm для байонета sony и и фойтлендер ультрам винтаж line 35 миллиметров f2 type 2 vm для байонета лейка м первый объектив оптимизирован для полноразмерного датчика камеры лейка конструкция полностью устраняет различные операции оптическая схема включает 11 элементов 9 группах включая 5 сверх низкодисперсных и две двусторонние сферические линзы высокоточный механизм фокусировки обеспечит плавность и тонкую настройку фокуса второй объектив оптимизирован для полнокадрового датчика sony конструкция схожая контактная группа поддерживает передачу xiv данных объектив имеет механизм переключения плавные или щелчкообразные что должны оценить те пользователи что снимают видео ожидаемая цена за каждый объектив 1140 долларов а последний это ретро объектив классического компактного дизайна современной оптической конструкции рычаг фокусировки с удобным захватом для пальцев обеспечит удобную и надежную фокусировку лакировка дальномера обеспечивает резкую фокусировку на максимальной диафрагме диапазон значения диафрагмы от f2 до f16 диафрагма 10 лепестковая оптическая конструкция восемь элементов пяти группах ожидаемая цена 860 долларов небольшая крупица информации от олимпус в недавнем интервью сицуя каталока топ-менеджер ом digital solution анонсировал появление новой камеры олимпус высокого сегмента с эффектом вау ожидается что новинка будет либо продолжением серии и м1 либо и м x также ожидается новый датчик и и слух о глобальном затворе и если скрестить эти слухи с более ранними планами компании начинять свои камеры raw видео то можно предположить что компания может выдать именно гибридную камеру с усиленными возможностями видео потому как фото фишек у камера олимпус всегда было достаточно много но главный вопрос даже не в мощности и убойности новых функций а в сроках реализации потому как актуальные и даже инновационные возможности сегодня уже в следующем году могут не быть таковыми и очень хочется чтобы эта самая новинка и ее анонсы не превратились в сериал как это сделали те же пентекс изрядно затянув со своей новинкой компания ником представила обновление прошивки версии 1.10 для полнокадровых беззеркальных камер nikon z6 2 nikon z7 2 обновление будет доступно с 25 февраля 2021 года данная прошивка добавляет режим записи видео 4k usd до 60 fps для камер nikon z6 однако стоит уточнить что в этом случае у вас будет формат dx то есть apc это конечно минус но есть и плюсы считывание будет попиксельная и если вы видели наш тест z6 2 то этим плюсом посвящен отдельный блок также с обновлением появится возможность вывода black magic row видео на рекордер от компании black magic design версия прошивки 1.10 также обеспечивает поддержку монтажного кодека apple pro rest row для атмос ninja 5 но опять же стоит уточнить nikon z7 2 поддерживает pro rest row с полного кадра только full hd 4k usd при этом доступна только с дополнительным crop фактором до формата dx nikon z6 2 может записывать 4k usd pro rest row как с полного кадра так и формате apc но в обоих случаях вывод будет только до 4к 30 fps и также с обновлением по камеры z6 2 и z7 2 получат улучшенную автофокусировку особенно это будет заметно по фокусу на глаз человека будет увеличена дистанция обнаружения глаза и цепкость автофокуса компания black magic design анонсировал новую камеру pocket cinema камера 6к pro с байонетом и f изюминкой новинки стали регулируемый сенсорный экран hdr на 1500 нит а также встроенные nd фильтры на 2 4 и 6 ступеней также камера оснащена аккумулятором большей емкости npf 570 и поддерживает внешний электронный видоискатель камера оснащена датчиком super 35 hdr с 13 ступенями динамического диапазона и двойным базовым iso новинка записывает видео с использованием стандартных открытых форматов файлов запись работает 10 битом apple pro rest row во всех форматах до 4к и 12 битро во всех форматах до 6к экран стал откидным на него можно вывести вспомогательные инструменты такие как гистограмма индикатор уровня записи звука различные рамки и многие другие полезные инструменты можно записывать две независимые аудио дорожки также камера имеет собственные встроенные четыре микрофона которые не только обеспечивают низкий уровень шума но и защищены от ударов и ветра поэтому можно записывать звук в любых условиях входящий в комплекте сетевой адаптер может одновременно питать камеру и заряжать аккумулятор порт usb c также может заряжать аккумулятор тем кому недостаточно встроенных решений по питанию смогут приобрести дополнительные батарейные блок который будет работать в связке с аккумулятором камеры без необходимости вынимать его из корпуса сам батарейный блок вмещает два аккумулятора и они работают как основные а тот что остается в самой камере служит запасным в общем как во мне весьма достойный апгрейд и по традиции для black magic цена тоже вменяемая она составляет две с половиной тысячи долларов сша но само собой у нас будет стоить дороже я думаю где-то 3000 итак это были все новости оцените данное видео лайком или дизлайком как сами сочтете нужным напоминаю что у нас есть соцсети vk facebook instagram два телеграм чата по фото и видео и конечно же веб-сайт photoobxpo.ru посещай ознакомься комментируй спасибо еще раз увидимся в следующих видео пока в следующих видео